Приветствую вас, я постараюсь вам ответить на вопрос, который вы задаете, постараюсь вам дать какие-то рекомендации по поводу вашего вопроса, вот. И, собственно, укажу на определенных моментах, которые мне показались важными. Итак, где понаглобиться с мужчиной для серьезных отношений? Здесь у вас есть сразу вопрос на серьезные отношения. Значит, подумаем, зачем вам именно серьезные отношения и сразу, для чего вам они, для чего вам серьезные отношения? Подумайте об этом. Вот, знаете как, люди встречаются, люди знакомятся, люди сходятся, они изначально не рассчитывают на то, что между ними будет что-то серьезное. Изначально они думают, что это просто так, потому что нельзя, нельзя предугадать, предсказать будущее, это невозможно. Поэтому все серьезные отношения практически начинаются как несерьезные. Соответственно, для несерьезных отношений совсем иные требования. Прогласитесь, кстати. Поэтому вопрос, для чего именно вам именно серьезные отношения? Далее, где тридцать? Никогда не было серьезных отношений? Ну, если у вас тридцать лет не было серьезных отношений, то в первую очередь нужно заметить обязательно так. То есть, если отношений не было, значит, вопрос, что для вас серьезные отношения? Какими они должны быть? Какие у вас требования к серьезным отношениям? К партнеру для серьезных отношений? И так далее. Это очень важный момент. Далее, если у вас никогда не было серьезных отношений, значит, скорее всего, есть страх. Подразднательный страх этих самых серьезных отношений. Ведь вы, смотрите, выбрали коллектив 100% на женский. Вы могли бы выбрать другой, но выбрали его. Работа. Не предполагая общения с мужчинами и других компаний. То есть, опять же, вы могли бы выбрать другую работу, но вы выбрали эту. Почему? Потому что подразднательно не хотите с ними сближаться. Менять. Даже ради создания семьи работы я не готова. Ну, может быть, менять работу и не стоит. Но когда вы ее выбирали? Вы же об этом, наверное, подумали. То есть сейчас, когда вы уже работаете там, может быть, и не стоит менять работу. С другой стороны, почему именно ради создания семьи? Почему речь идет сразу о создании семьи? Зачем вам семья? Для чего она вам? Нужно вести речь не о семье. Нужно вести речь о смене работы для того, чтобы вы получали мужское внимание и через мужское внимание чувствовали себя более привлекательны и имели возможность выбрать себе мужчин. Это гораздо важнее, чем создание семьи. И ради этого менять работу можно. Но опять же, это вам решат. Хобби у меня тоже чисто женское. Это, соответственно, опять же выбор вас. То есть вы выбрали себе такое хобби, которое не подразумевает взаимодействовать с мужчинами. Ну вот, отзывы и как бы трудности. Какие-то там занятия вождения вождением или рыбалкой меня не привлекают. Почему именно занятия вождением и рыбалкой? Как насчет мероприятий, выставок, кино, фестивалей и так далее? Почему у вас только вождение и рыбалка, я считаю, мужским занятием? А чем занимается и мужчина, и женщина? Подумайте об этом. Сходи в интеллектуальный клуб типа что где когда. Ну, интеллектуальный клуб, там люди определенного типа собираются, конечно. Но там люди вообще не расположены к общине с кем-то вне своей команды. На улицу никто не подходит. Ага, вы вот сами подошли, да? Ну, то есть, вот, вы считаете, что это нормально, что мужчина подходит к женщине на улицу? Если да, то подойдите сами к мужчине в таком-то, если все проблемы. Может быть, мужчина видит вас и понимает, что вы настолько хороши, что вы его, скорее всего, отвергнете и думает, а зачем я буду подходить? Понимаете? Постарайтесь улыбаться мужчинам на улице тоже. Просто улыбайтесь побольше. К улыбающейся женщине мужчина подойдет гораздо, гораздо с большей долей вероятности, чем к не улыбающейся. Так, друзей нет или все женаты? Опять же, если у вас нет друзей, получаются проблемы с общением. Если вы говорите, что друзей нет или все женаты, значит, по вашему мнению, ага, по вашему мнению, ленитьба исключает возможность друзей? Или как? Здесь вот надо прояснить. То есть, если у вас сообщение друзей, это проблема с общением. Если вы считаете, что друзьями может быть только пока не женаты, ну, это ваше убеждение. Опять же, не собираюсь его менять, но когда оно не очень, вам идет на пульту. Далее, в интернете как-то не срастаешься. Почему не срастаешься? В чем проблема? Нужно анализировать ваше поведение в интернете. Нужно анализировать ваше поведение в интернете и определить, что вы делаете не так. Даже о реальной встрече трудно договориться. Почему? Почему трудно? Выглядит я хорошо, но уже начинаю отчаиваться. Ну, во-первых, как мне кажется, что... Значит, смотрите. Как мне кажется, что у вас такая схема идет. Эээ, как бы, схема, она следующая. Я хочу, эээ, я желаю, но... У вас постоянно, но... У вас постоянно, но... Если вы животных анализируете, то своими действиями, своими действиями, нужно создавать для этого предпосудки, как есть. У вас идет четкое разграничение на женское мужское. Ничего общего между мужчиной и женщиной, вы сегодня по всему не видите. Отсюда первая проблема проблема. Вторая проблема. Тут вот, скорее всего, вы боитесь сближаться с мужчинами, подформляться. И опять же, скорее всего, это родительские сына. То есть, надо смотреть, какие у вас отношения с родителями, какие отношения были между родителями и так далее. Далее. Это мотивация. Мотивация быть с мужчиной в серьезных отношениях. Зачем вам это? Для чего вам это? И так далее. Это тоже очень важный момент. Возможно, у вас сфера мотивации, которая и мешает вам, эээ, как бы, ну, вести себя себя адекватно, вести себя в норме, так сказать. И тем самым, из-за этого у вас не получается познакомиться. Что касается мест, то, опять же, нужно расширять свой, ну, географию своей активности. Если у вас в вашем городе нет таких мероприятий, о которых я говорил, да, то есть выставил фестивали, конкурсов там, эээ, и так далее, да, такого типа, где и мужчины, и женщины все общаются, то, соответственно, ну, едет в соседние города и там что-то искать. Но для этого, опять же, вам нужно, чтобы это было интересно, чтобы вы это делали не для мужчины, а для себя. Поэтому я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Знаете, если вы действительно ходите среди мужчин не для серьезных отношений, а просто так, я думаю, вы моим рекомендациям последуетесь. А если вы настроены именно только на серьезные отношения, и все, больше вот никакие вообще вас не устраивает, наверное, вы скажете, что, знаете, о бреде, ваши рекомендации мне не подходят, потому что я все это уже делал, но ничего не получил. Вот, ну, так проблемы в доме, что вы неправильно делаете. У вас женский коллектив, у вас женская работа, у вас женское хобби. Неправильно делали, ну, чтобы хобби и работа была не женской. То есть, в том плане, что бы вы не таскали мешки, да, и кирпичи, а в том плане, чтобы вы соприкасались к мужчинам, чтобы вы взаимодействовали с ним не для серьезных отношений, а просто так, просто взаимодействовали. Вот. И если у вас 30 лет не было в серьезных отношениях, значит, скорее всего, скорее всего, либо вы не понимаете мужскую психологию, и вам ее тяжело понять, вообще тяжело понять, что такое мужчина, как это вам все равно, либо вы избегаете отношений. Ну, есть вариант, что вы не уверены в себе, есть вариант, что у вас проблемы с коммуникацией, но это нужно разбираться. То есть, тут вариант идет. Вот так. То есть, расширение своих интересов, обязательно расширение как раз за своей активности, с одной стороны, вот, корректирование своей деятельности, то есть, вы можете даже, в принципе, в рамках своей компании, где вы работаете, вы можете совершенно спокойно, например, скорректировать свою деятельность так, чтобы общаться с мужчинами. Я уверен в вас. Я уверен в вас. Так вот. Если этого не делать, то все равно при желании можно. Можно, как-то, ввести мужчину в свой круг общения. Вот. Ну, а интернет-отщине, его нужно корректировать. Как вы общаетесь по поводу чего, и так далее, и так далее, и так далее. Все это можно сделать. Было бы желание у вас. На этом все. Надеюсь, помог вам. Нет у вас остальных вопросов, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.